Ой, ну не знаю, Скорпион его. Ну, в принципе, многое из того, что в интернете можно прочитать, мне подходит. Когда читал какие-то негативные стороны этого зодиака, потом старался их как-то компенсировать. Помню, когда-то прочитал, что Скорпионы такие достаточно тяжелые для кого-то в общении или конфликтные. Начал немножко так на себя со стороны смотреть и смягчать свою манеру общения, манеру выстраивать отношения с людьми, чтобы меньше создавать каких-то ситуаций таких острых. Ага, то есть вы работаете здесь? Ну да, конечно. Вот у вас моменты, когда вы чувствуете себя одинокими. Как с этим справляетесь и как проводите время, если вы один? Бывает, бывает такое чувство. Справляюсь, справляюсь, наверное, как многие люди. Звоню кому-то, кому-то из близких, кому-то из друзей. Общаюсь, встречаюсь, стараюсь не находиться один. Часто такое бывает? Ну, периодами. Сейчас давно не было. Потому что у вас есть Настя. Конечно. Есть такой вопрос. Если бы у вас была возможность на день помириться с кем-то жизнью, кто бы это был или она? Интересно. Может, если есть какой-то любимый, не знаю, герой персонаж. Друг подруга. Ну, то есть вопрос фантастический, да, поэтому давайте и отвечу я несерьезно. То есть это, наверное, был бы какой-нибудь из супергероев, у которого какая-то сверхспособность, например, который летать может. Да, вот я с таким удовольствием полетал бы просто. Суперман. Ну, например, да. А потом бы и в Марвел снялись. С удовольствием. Вы очень популярны в соцсетях. Есть такой вопрос. В ресторанке были 20 тысяч подписчиков. Сколько времени в день занимает вас в соцсети, и люди интересуются, ведете ли вы сами свои страницы? Кто-то пишет что-то за вас. Нет, за меня никто ничего не пишет. Страница у меня лично моя одна. Есть несколько фан-групп, которые ведут ребята, за что я им очень благодарен. Времени я трачу немного, потому что у меня его, в принципе, свободного немного сейчас. Одна ты в Инстаграме, да? Да, я про Инстаграм говорю. Все мне, кто занимается Инстаграмом более серьезно, да вот, кстати, даже я, Нина, она намного больше уделяет этому внимания, говорит мне, что нужно лучше заниматься, нужно чаще что-то выкладывать, нужно больше, нужно... Ну, я просто не справляюсь. Вот, кстати, может быть, и стоило бы кого-то найти, чтобы помогали с этим. Я редко выкладываю что-то, редко пишу, но нет на это времени. Ну, это, наверное, к этому нужно привыкнуть. Идете, делаешь селфи, я здесь, я там. Да, 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 этим жить надо. У меня не получается. А блогерами хотите стать, какие-то видео еще снимать? Или тоже на это время не надо? Я пробовал, я пробовал, у меня там даже пара каких-то роликов на Ютубе есть, но не тянет. Я привык делать только то, к чему у меня есть вдохновение, к чему меня тянет. И пока что, вот, как-то не сложилось. Получилось так, что вы отправляли кого-то, если вы смогли с никого в банк, потому что они там вас доставали, напрягали, оскорбляли, потому что этого сейчас в интернете очень много, бывает по поводу имбез. Буквально пару раз, в общем, на самом деле, немного таких людей. Ну, правильно ли как? Ну, было, да, было. На самом деле, мне кажется, это просто какие-то дети баловались, писали какие-то глупости. Самые странные просьбы, с которыми обращаются поклонники? Странные. Ну, наверняка пишут письма, хотя у вас Инстаграм, это не то, что в Вейбук там, в принципе, нужно быть подписанным, но кто-то должен начинать писать сообщения. Для меня странно даже то, что мне кто-то пишет, позвони мне. Ну, вот, в принципе, почему я должен кому-то звонить незнакомому человеку? По-моему, это странно. Что, никого никогда не звонили? Нет, ну, вот, незнакомому человеку, вот, пишет мне человек, которого абсолютно я не знаю, и говорит, позвони мне. Почему я должен тебе звонить? Расскажи хоть о себе, давай познакомимся. Несколько вопрос, возвращаясь к сериалу, какую еще профессию в кино вы хотели освоить? Вы были там учителем, теперь вот спецназовец. Есть ли такое, что было бы интересно для себя попробовать? Или, возможно, даже в кино? Для себя и в кино. Роль в кино, да? Ну, много интересных профессий, может быть. Я уже где-то говорил, ну, и в спецназе в нашем захвате частично мне удалось. Мне бы интересно было сыграть боксера, только уже с упором на спорт. Тут мой персонаж он боксом занимается. Спортсмена какая-нибудь? Да, да. Мне бы интересно было бы сыграть роль какого-то вот либо боксера, либо, может быть, просто спортсмена, который занимается вот единоборствами, вот что-то связанное с этим. Кстати, я бы не могу не спросить, как я могла забыть про своего любимого Станислава Баклана, спросить. Я у всех спрашиваю, потому что я его очень обожаю, этого актера. Как вам игралось под его руководством, он ваш батя в сериале, да? Прекрасно игралось. Не боялись? Глыба такая. Ну, в самом начале, вот в самом начале, конечно, когда я приехал на площадку и его увидел, был какой-то легкий такой ступор, да, потому что лично был не знаком с ним и не знал, как он будет ко мне относиться, но он сразу проявил ко мне какую-то симпатию и я расслабился. Вот после этого мы, в принципе, на площадке всегда очень тепло общались, я ему очень благодарен, он мне дал множество полезных очень рекомендаций, я у него какого-то опыта уже набраться даже смог. И вообще, конечно, этот человек, который создавал на площадке позитивную атмосферу, потому что его шутки, это, ну, все просто за животы держались. Это, да, можно назвать какую-то смешную ситуацию со съемок, потому что, ну, обычно, то, что мы не видим, актеры даже очень тебе веселятся, пытаются как-нибудь себя расслабиться. Вот как вы там снимали какое-то напряжение, расслабление, хотя вот сериал еще сам по себе сложный, не может быть там смешным. Ну, во-первых, все, что за кадром, все постоянно было на волне юмора, то есть Жора Поволодский, Баклан, все постоянно шутят, постоянно какие-то анекдоты, приколы, то есть скучно не было с ними. Ну, а из случаев смешных, ну, я помню, смеялись, я не буду говорить, кто конкретно из актеров в одном дубле, где ему нужно было догонять бандита, разогнался, спотыкнулся ногой о камень, чуть не упал, режиссер остановил, все, дубль, сначала. Второй дубль, то же самое, той же ногой, за тот же камень он цепляется, точно так же чуть не падает. Посминялись. Я знаю, шестное слово Владимировича, одинорожение выключали на площадке, а ваше одинорожение тоже было на площадке, тогда еще не было силы. День рождения, мой день рождения не совпал с съемкой «Захвате». Он был в промежутках. Как отмечаете свои дни рождения? Обычно это шумно или в близком кругу каком-то? По-разному. В этом году очень банально собрал просто самых близких друзей. небольших друзей. Почему вы любите свои дни рождения? Потому что многие бывают, от него так крещиваются. Сейчас уже люблю. Когда-то не очень хорошо к этому относился. А что подрубили? Пришел к осознанию, что в принципе к себе нужно относиться с большей любовью и уважением. Просто это как бы правильно с любой точки зрения. Есть такой вопрос. Есть ли у вас или возможно были кумиры? Творчество каких актеров вам нравится? И вообще были ли кумиры? Это такой вопрос, не у каждого они есть. Вы были в кого-то так влюблены? Музыканты, возможно, там актеры? Конечно. Мне много актеров нравится. Перечислять можно долго. Американских актеров очень много, которые мне нравятся. Хопкинс. Конечно. Ну, я не знаю, их очень много. Том Круз, например. Мэтью МакКонахи. Их просто очень много. Ну, и старых актеров я всех люблю. И Виллисов, и Шварценеггеров, и Ван Дамов. Ну, всех. Это да, это легенды. Никита, вот есть тоже такой вопрос. Скажите, удается ли вам заработать актерским ремеслом на жизнь, на нормальную жизнь, да? И какую самую большую сумму вы тратили в своей жизни и на что? Ну, в нашей стране финансовый вопрос для актеров очень такой острый, потому что когда я начинал, конечно, тяжело было заниматься только этим и на это жить. Хотелось бы, чтобы эта ситуация в нашей стране как-то со временем исправилась. Ну, сейчас, конечно, уже ситуация с этим получше у меня. Ну, а самая большая сумма... Гонорары вырезаны? Ну, конечно, в связи с карьерным ростом и гонорары тоже растут. Самая большая сумма. Я больших денег никогда еще пока не тратил. Не знаю. На покупку ноутбука самая большая сумма, наверное, была. То есть пока копите на что-то большее. Ну. Расскажите, как любите проводить свободное время, отдыхать, расслабляться? Очень банально. С друзьями где-то в заведении, в кафе, в каком-то ресторане. Последнее время в караоке почему-то зачистил. Хотя раньше никогда не ходил. Дома люблю тоже посидеть, музыку послушать, фильм посмотреть, смотреть, в кино сходить. Люблю активный отдых какой-то. Там и на коньках покататься, и на велосипеде, и на роликах. Ну, в общем, люблю разнообразие. Что поете интересно. Или просто тоже ходите в эту тему близко? Я вот, честное слово, вот только-только начал. Вот в этом месяце я первый раз в жизни вообще взял микрофон в караоке и что-то спел. Я даже не помню, что это за песня была. Это с другом мы что-то пели. Он выбрал, и я просто для того, чтобы хоть как-то начать, поддержал его. Ирин Калаткин на столе, сочнее. Нет, это что-то более было современное из того, что сейчас по радио крутят. А вы вообще поете до этого периода? Мне интересно, может, у вас есть какой-то опыт? Я, скажем так, предпринимал попытки. Но прямо сказать, что пою, не могу. Подождите, сейчас мы в каком-нибудь новом сериале увидим вас, где вы поете. Хотелось бы, да. Вот научиться, было бы интересно. Я бы с удовольствием. Вот еще одно необычное у вас занятие. Не знаю, кто-то, видимо, из ваших фанатов в курсе. Вы занимались акробатикой, да? Правда? А почему бросили и чем заинтересовался этот вид спорта, когда это было? Это было еще... Да, это в юности было. Почему заинтересовался? Потому что, видимо, тоже фильмы, мультфильмы сыграли свою роль. Все эти какие-то там ниндзя, какие-то фильмы там про каратистов и так далее. Все это вдохновляло. И плюс у меня был друг в детстве, который уже, наверное, к 11-12 годам стал мастером спорта, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, вот он был прям профессиональным акробатом. И меня это так восхищало, когда человек, стоя на ногах, может прыгнуть, сделать сальто назад или там попрыгать несколько флягов, знаете, на руки, на ноги, на руки, на ноги, спиной вперед. Тоже захотелось научиться. Пошел с ним в зал, какое-то время прозанимался уже, чему-то научился, уже сальто сам мог сделать. А потом во время это была защита второго взрослого разряда. Немножко перенервничал, немножко не рассчитал. И во время выполнения комбинации влетел головой в батарею. В общем, да, рассечение шрам. И как-то вот после этого уже почему-то не вернулся. А, нет, потом вернулся все-таки. Вернулся. Но наш зал закрыли и перенесли очень далеко от дома. И вот тогда я уже перестал ездить. Но травма была не очень серьезная тогда? Ну, было даже, по-моему, небольшое сотрясение, достаточно серьезное. Сейчас сальто можете сделать? Я думаю, да. Но пробовать не хочу. У нас еще интересуется, как вы поддерживаете физическую форму, то есть это спортзал? или там есть пробежки, все, или это заданные физические упражнения. Да, да. Тут еще есть вопросы. Мария спрашивает. Бывает, что приходится прятаться от поклонников. Были такие случаи, когда там встречали возле подъезда толпы, там, некие трансплакаты. Вы на машине едете, или вы пользуетесь транспортом? Как вас там не дергают? Вот в пике вот этой вот популярности и хайпа, да, если я хотел, допустим, где-то проехаться по городу по своим делам, и чтобы это все не превращалось в фотосессию, приходилось, конечно, как-то прятаться за очки, под кепку, потому что частенько подходили. Стены подъезда не обрисовывали случайно фанатки? Нет, такого не было. Такого не было, что возле подъезда стоит там толпа, кричали Никита, били под окном, возможно. Такого не было. Была забавная история. Сидел, кушал в одном из киевских кафе. Подошли две маленькие девочки, попросили сфотографироваться, сделать селфи. Ну, сделали, хорошо. Ушли. Я докушал, выхожу на улицу, а на улице меня ждет уже толпа из двух детских классов вместе с классными руководителями. Все захотели сфотографироваться. Видите, они терпеливо ждали, пока вы выйдете, это тоже немаловажно. То есть, вас поклонники, уважительно, то есть. Ну, да. Вы с каждой по очереди фотографировались, как ли уже другую фото? Я вот не помню, куда, куда-то я торопился, времени не было. То есть, меня это на самом деле испугало, потому что, как представил сейчас, делать селфи с 60 людьми, а они еще, знаете, как любят, вот сначала с одним селфи, а потом с другом еще селфи, а потом еще с разных сторон, еще пожалуйста. А вот еще получилось немножко. То есть, я понял, что это минуток на 40, у меня бы все затянулось, поэтому я извинился, попросил ребят всех построиться вот за спиной. Одно групповое селфи мы сделали, красным, классным руководителем отдал и побежал по делам. Кто больше всего к вам пристает? Подростки или постарше? Ну, основная аудитория, конечно, подростки. Но бывают и взрослые люди, конечно. Еще спрашивают, есть ли у тебя завистники и хейтеры? Ну, насчет завистников не знаю, они же не признаются, а хейтеров очень мало. Вот какого-то негатива в мою сторону я даже не могу вспомнить. Просто есть те люди, которые любят написать гадости в социальных сетях, там, представят сообщения, ты там такой-такой-такой-такой. Да, у вас один из комментариев, подфото, там, ты такой-такой-такой, такой у вас нет? Очень мало. Очень мало. И, я же говорю, вот считанные разы какие-то мне гадости писали, и вот я сказал, что заблокировал в Инстаграме все. Редко такое. Был еще такой вопрос, как вы начнем общий язык с юными героями школы, да, потому что как бы мы ни старались, все равно мы все старше немножко, у них свои интересы, как вы с ними сообщались, не общались, или вы общались больше со старшим? Ну, вы все равно пересекались с ними с этого. Конечно. Общались в хороших отношениях со всеми, все прекрасные ребята, ну, больше, конечно, общался со старшими актерами, ну, общий язык у меня со всеми был и есть, и в этом плане все хорошо. Вопрос, что говорят, твои родители видят твой успех? Поддерживают? Мне кажется, моя мама и папа тоже, конечно, намного больше радуются этому, чем я сам. Для них это просто вообще... Кать. Не хотели, чтобы вы были актером? Потому что многие родители всегда говорят, что, а, это такая работа, здесь не за работой, здесь нужно повезет, не повезет. Они хотели или как бы отговаривали вас или говорили, пойди, Никита, стань бухгалтер. Сына папу не очень поддерживают такие работы, актер, модель. Мама еще более-менее, но папа именно не очень. Правила. У меня получилась та самая история, когда маму надо было слушать. Мама хотела, чтобы я стал актером, и она хотела, и даже уговаривала, что после школы я поступил на актерский. Но я ни в какую. Я в Украине перспектив для себя не видел, считал, что это вообще никуда не годится, нет никакого в этом смысла. В общем, что угодно, только не это. А ваш модель карьера была где-то еще в какой-то стране другое? У меня был контракт в Индии, и я там полгода пропутешествовал и проработал. То есть там можно было заработать деньги, в Украине? Ну, хотя бы какие-то? Ну, конечно, да, там это все лучше оплачивается. Что-то вопрос от Насты пишет. Если бы вам нужно было сравнить себя со вкусом мороженого и напитка, чем бы вы были? Мороженого и напитка. Ой, блин. Какой вкус? Лаванга, маракуйя? Пусть это будет мороженое, допустим, со вкусом манго. Я его просто люблю. А напиток, ну, пусть это будет кофе-американа. Без молока. Вы как ману? Я люблю кофе, но я себя ограничиваю, потому что чем чаще его пьешь, тем меньше от него эффект. Когда много всего, это уже не стало. Пишет Яна. Здравствуйте, Никита. Очень нравится вы и ваша тверская игра. Скажите, пожалуйста, где чаще всего в Киеве вас можно случайно встретить? Спасибо. Если вы хотите видеть толпу 60 человек, назовите сейчас все имена. Место они там будут. я, в принципе, большой фанат и поклонник Киева и люблю по нему ходить пешком по всему центру, просто гулять по магазинам, по каким-то заведениям, поэтому в центре меня можно встретить часто. Поэтому гуляйте почаще, держитесь живым воздухом, а не вы встретитесь где-нибудь с обязательным какие-то совет. 100%. Спасибо большое за ответ и пожелания для читателей, для поклонников, для тех, кто писал вопросы. Когда вас нужно увидеть? Где можно увидеть? На каком канале вас нужно увидеть? Да, значит, в скором времени, 11 февраля, выходит на интере наш любимый сериал «Захват». Он будет выходить с понедельника по четверг в 9 часов вечера. Там вы меня сможете увидеть 100%. Пожелать хочу всем, вот год у нас недавно этот новый начался, хочу в этом году пожелать всем любви побольше, чтобы все чувствовали себя окруженными любовью, заботой и обязательно, чтобы в этом году у всех произошел какой-то рост карьерный, может быть, может быть, физический, кто хочет стать больше, красивее или наоборот, похудеть, кто хочет. В общем, каких-то достижений новых в этом году хочу пожелать всем. Т輯бом, все, все, все. Субтитры создавал DimaTorzok